Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 31 октября, Православная Церковь совершает память апостола и евангелиста Луки. Святой апостол и евангелист Лука, уроженец Антиохии Сирийской, апостол из семидесяти, сподвижник святого апостола Павла, врач из просвещенной греческой среды. Услышав о Христе, Лука прибыл в Палестину и здесь горячо воспринял спасительное учение от самого Господа. В числе семидесяти учеников святой Лука был послан Господом на первую проповедь о Царстве Небесном еще при жизни Спасителя на земле. После воскресения Господь Иисус Христос явился святым Луке и Клеопе, шедшим в Эмаус. Апостол Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла, и с тех пор они были неразлучны. Когда святого Павла оставили все сотрудники, апостол Лука продолжал делить с ним все трудности благовестнического подвига. После мученической кончины первоверховных апостолов святой Лука покинул Рим и с проповедью прошел Ахайю, Ливию, Египет и Ефиваиду. В городе Фивы он мученически окончил земной путь. Предание присваивает ему написание первых икон Божией Матери. «Благодать, родшегося от меня и моя милость с сими иконами, да будет», сказала Пречистая Дева, увидев иконы. Святой Лука написал также иконы святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Евангелие написано им в 62-63 годах в Риме под руководством апостола Павла. Святой Лука в первых стихах четко выразил цель своего труда, наиболее полно и в хронологической последовательности описал по порядку все, что известно христианам об Иисусе Христе и его учении, и тем самым дал твердое историческое обоснование христианского упования. Он тщательно исследовал факты, широко использовал устное предание Церкови и рассказы самой Пречистой Девы Марии. В богословском содержании Евангелие от Луки отличается прежде всего учением о всеобщности спасения, совершенного Господом Иисусом Христом, о вселенском значении евангельской проповеди. Святой Апостол написал также книгу «Деяний святых апостолов» в 62-63 годах в Риме. Книга «Деяний», являясь продолжением четвероевангелия, повествует о трудах и подвигах святых апостолов после Вознесения Спасителя. В центре повествования – апостольский собор 51-го года по Рождестве Христовым, как основополагающее церковное событие, послужившее догматическим основанием для отмежевания христианства от иудейства и самостоятельного распространения его в мире. Богословским предметом книги «Деяний» является преимущественно домостроительство Святаго Духа, осуществляемое в основанной Господом Иисусом Христом Церкви от Вознесения и Пятидесятницы до Второго Пришествия Христова. Дорогие братья и сестры, сегодня также празднуется обретение мощей преподобного Иосифа, игумена Володского, чудотворца и память святых, мученика Марина, преподобного Иулиана, великомученицы Златы, Хрисы, а также новомучеников и исповедников российских, священомучеников Андрея Воскресенского, Сергия Бажанова, Николая Соколова и Сергия Гусева-Пресвитеров, мученицей Лисоветы Крымовой, всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и неоскудевающей помощи Божией по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!